На Ямале определены победители конкурса «Свое дело». Финансовую поддержку получили 11 бизнес-проектов. В числе их авторов есть лабытнанский индивидуальный предприниматель Юлия Савченко. Полученный грант она планирует потратить на развитие образовательного проекта. Ее студия изучения языков уже работает в окружной столице. А на будущей неделе в Лабытнангах пройдет муниципальный конкурс по поддержке малого и среднего бизнеса. Что необходимо для получения стартового капитала? И на какую сумму могут рассчитывать конкурсанты, расскажет мой коллега Максим Швец. В первую очередь необходимо любить дело, которым ты занимаешься. Но чтобы бизнес начал приносить доход, необходимо приложить немало усилий, уверена Наталья Полуяктова. Изучение иностранных языков было до определенного времени ее хобби. Но поняв, что существует спрос на такой вид услуг, она решила совместить приятность с полезным. А грантовая поддержка, безусловно, сыграла свою роль в реализации намеченных планов. Тот, кто хочет начать свой бизнес, это существенная поддержка от государства, которую может получить любой предприниматель. То есть для меня, например, это была существенной поддержкой. На те средства я, во-первых, смогла приобрести техническое оборудование. То есть мы приобрели проектор, экран, доски, необходимую литературу для справочных материалов. Нам очень много нужно было. Также принтер, потому что мы копируем очень много материалов для детей в время урока. То есть для меня сумма, конечно, была существенной. Из своего кармана мне было бы очень трудно. Накопила бы, но со временем. А государство все-таки пошло навстречу и помогло. То есть мы приобрели оборудование и сразу начали работать. Сегодня Наталья Валерьевна уверена, что ее бизнес стабилен и развивается. Увеличивается не только количество обучаемых детей, но и рабочий штат, что тоже очень важно. Одним из приоритетных направлений в развитии экономики страны является именно программа по развитию предпринимательства. Начинающим бизнесменам оказывается грантовая поддержка на всех уровнях власти. Денежные средства предусмотрены за счет средств местного бюджета 1 миллион рублей. И в результате конкурса в департаменте экономики Ямал-Невско-Автономного округа нам была предоставлена еще сумма субсидий в размере 1 миллион 31 тысяч. Таким образом, общий размер средств предусмотренных в этом году на предоставление грантов составляет 2 миллиона 31 тысяч рублей. В этом году 5 предпринимателей решили открыть свое дело. Среди бизнес-проектов семейная парикмахерская, установка газового оборудования, предприятие по выращиванию микрозелени, фудкорт в детском центре. Александр Гаврилов с детства увлекается электроникой. Уже много лет он ремонтирует друзьям и знакомым телефоны, планшеты, а также другие электроприборы. Он решил, что это может стать еще и хорошей возможностью для начала собственного дела. Тут я решил, как бы семьей посоветовался, я решил открыть свое дело. Опять же, таки стартового капитала у меня нет, чтобы открывать свое дело. Я залез в интернет, в экономический раздел и наткнулся на ссылочку такую, что предоставляют гранты. Я решил заняться этим. Как бы сейчас сдал проект, сейчас жду результата. А результат будет известен после заседания комиссии по распределению грантов, которая запланирована на 29 сентября. Но стоит обратить внимание, что согласно договору, грантополучатель должен не только отчитаться о целевом расходовании полученных средств, но также не менее трех лет осуществлять предпринимательскую деятельность. В противном случае он обязан будет вернуть все до единого рубля. Максим Швец, Кирилл Сементьеев, Эдуард Захаров. Программа «Времестное». 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 «Смеется».